Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Познакомились мужчины на сайте знакомств, мне 35 и мы 44. Встретились два раза, понравились друг другу, активно писал, пригласил на третье свидание, но потом пропал. Я написал, что сама активно отолзался, написал, что был уже не занят, спрашивал, как я, как делал, написал, что выгорел, едет с другом на пять дней в отпуск. Из отпуска прислал фотографии из себя и фотографии, где он с другом. Мне написало, что потрясающие фото, он как настоящий гладиатор на фоне колесе. Это было пару дней назад, сегодня он вернулся из отпуска, но первым делом обновил информацию на сайте знакомств, у меня все фото и убрал из анкеты источник любовь для отношений. Немного не понимая, что человек ищет. Каждый раз, когда мне пишут, удаляют 6 сообщений, не успевая прочитать его первое предложение, всегда я сама по себе успешная, красивая, внимательная мне. Удалено, ищу достойного человека для серьезных отношений. Немного порвисло на этом мужчине, не понимая, стоит ли ждать еще от него инициативы, и даже если будет, стоит ли идти на третье, четвертое свидание. Как это понять, как настроен человек? Если обновил на сайте знакомства инфу о себе, значит, все, ищи другую, да? В первую очередь, хотелось бы сказать, что несмотря на ваше сообщение, вот, ну, имеется в виду, вот, на то, что вы написали, да, несмотря на это, у меня сложилось такое ощущение, что как раз-таки с самооценкой у вас не очень все хорошо. И, как мне показалось, у вас был и есть опыт неудачных отношений, вот, где вы приобрели вот эту самую, ну, вот эту самую, ну, такую немножко негативную установку в том, как строить отношения. Потому что вы говорите, что подвисли на мужчине, подвисли именно на том, что он достойный. Вот только то, что он достойный и то, что он, типа, серьезный, совсем не означает, что у вас не все получится, потому что отношения выстраиваются все же не на серьезности и все же не на достойности. Отношения выстраиваются на взаимодействие между человеком, который, увы и ах, никак не связан с тем, что человек достойный и тем, что человек серьезный. Нет, вы, конечно, можете себя заставлять, вы можете, конечно, от себя требовать того, чтобы, ну, чтобы с вами в отношениях был именно такой человек, но это, получается, такая не очень хорошая история, что вы все, как бы, контролируете процесс построения, ну, процесс построения отношений, получается. И, само собой, в этой истории, когда человек контролирует процесс построения отношений, ему нужно, чтобы была какая-то обратная связь, ему нужно, чтобы было, ну, чтобы человек, как бы, соответствовал. Вот, чтобы человек соответствовал тому, как его видит субъект, в данном случае вы. Вот, поэтому, в первую очередь, вот, в глаза бросается то, что вы стали зависеть от его поведения, от его обратной связи, от его действий. Это не показатель уверенного в себе человека. Отсюда и мое предположение о том, что у вас есть проблемы с самооценкой. Операция нужна на себя и на свои чувства, на свои ощущения, которые, вот, в том числе, в том числе, возникают, когда, вот, собственно говоря, вы встречаете кого-то, да? То есть вы встречаете мужчину. Вот. А что делаете вы? Что делаете вы? Вы, в принципе, в этом в смысле? Только ориентируйтесь на человека. И занимайте, значит, такую вот как бы пассивную позицию. Вот. следуя за человеком, следуя за ним. Вот. Поэтому не нужно пытаться ничего понять. нужно ориентироваться на себя. А сейчас вы пытаетесь какую-то идеальную стратегию поведения выбрать. Вот. и это вас выводит в тревожность, ну, в тревожность, как мне кажется. Вот. Поэтому тут вы, получается, сами себя, сами себя, значит, ну, дискредитируете. Вот. Ключевой момент заключается в том, что вы ищете вот этих самых серьезных отношений, может, всем достойным, как вы говорите, человеку. Это выдает то, что во взаимодействии собственно с мужчиной, да, вы обращаете внимание не на то, как взаимодействуют, как перекликаются ваши личности, а на то, что он серьезный и что он достойный. Ну, вот. Я постараюсь сказать, что значит, это не гарантия ни в коем случае того, что высойдет. еще один вопрос. Если вы не обделены вниманием, если вы уверены в себе, вот, с чем связано то, что вы ну, как бы, вот, выбираете, да, мужчину на сайте знакомств. Вот. Это тоже очень интересный момент, потому что на сайте знакомств люди, они смотрят друг на друга как на вариант и на сайте знакомств и в том, что происходит дальше людям, людям весьма сложно, весьма сложно, я бы сказал, относиться к друг другу ценностно. Ну, потому что всегда нужно выбрать другую или другую, вот, как, ну, как вот, как в вашем случае, да, вот, что-то не понравилось, да, хоп, сразу выбрал другую, а вы, соответственно, там, грубо говоря, вы думаете после этого, да, что это, что это вообще, там, значит, тогда, ну, вот. Поэтому тут вы, получается, сами ставите себя вот такую несколько, я бы сказал, неловкую ситуацию, вот, выставить себя, значит, сами несколько в, неловкое положение, вот, потому что, то, как выстраивается ваше взаимодействие, да, не совсем, так скажем, обыкватно, да, вот, довольно много, получается, там, переменных, да, вот, и так далее, и так далее. Поэтому все эти вещи, конечно, на мой взгляд, нужно, нужно учитывать, вот, в любом, лучше, да, все эти вещи, нужно учитывать, нужно, все эти вещи, смотреть, вот, нужно, все эти вещи, исследовать, вот, и, соответственно, тогда, я думаю, вам будет куда проще, вот, нежели, ну, нежели, чем сейчас. Вот, как-то так, я думаю. То есть, что бы я здесь сделал, да, посмотрел, ну, наверное, в первую очередь, я бы здесь посмотрел на то, как вы вообще, вот, значит, пришли к тому, да, чтобы встречаться на сайте, ну, на сайте знакомых, вообще, как вы, горым, простой, вот, так, то есть, ну, не в том, конечно, смысле, вот, что, там, что вам не нужно это делать, да, а именно, в том смысле, а, чтобы увидеть свой путь, как вы к этому пришли, вот, вы говорите, что вы понравили друг, друг другу, что вы, довольно, интересно, ну, довольно интересный момент, откуда вы знаете, что вы понравились человеку, вы можете только отвечать за то, за то, что он, ну, он понравился, понравился вам, вы можете за это отвечать, да, за это вы можете отвечать, отвечать за то, что кому-то понравились вы, ну, нет, так это не, так это не работает, вот, потому что, Это ваше не фантазия, конечно, но это проект, это проект. На мой взгляд, ничего хорошего в этом мне это быть не понимает, понимаете, да, вот вы пишете, что немного не понимаешь, не понимаешь, что человек ищет, а зачем вам понимать, что человек ищет, если достаточно увидеть, чего хотите вы. Если вы присмотрите к тому, как вы воспринимаете мужчину, вы увидите, что вы хотите от него больше получать, сначала, а не давать, вам не хочется давать чего-то, вам хочется от него получать, вам хочется увидеть, что он вас заинтересован, что вы ему нужны, что вы ему нравитесь и так далее, понимаете. это про получать отношения, которые выстраиваются только на потребности получать, довольно деструктивные. Это означает, что человек находится в состоянии дефицита, своего собственного личного дефицита. Это проблема. Чтобы выстраивать здоровые отношения, нужно почувствовать избыток, вот, ну избыток чего-то, да, избыток, например, нежности, избыток заботы, избыток любви, избыток чего-то, просто вот чего-то избыток, да, ну это, это не кажется, это не кажется чем-то, чем-то таким очень сложным, но это только внешне, на самом же деле, как это видится мне, как это представляется мне, что для того, чтобы это почувствовать, нужно обрести контакт с собой. вот, вот, интересный момент, да, интересный момент. Чувствуете ли вы этот контакт сами с собой или нет? вот, мне кажется, что нет, по крайней мере, по крайней мере, судя по тому, что вы пишете, я подказал, что нет. Вот это вот, в первую очередь, наверное, нужно корректировать, наверное, это в первую очередь, то, в чем может помочь вам, психолог, вот, понимаете, понимаете, да? Вот, естественно, естественно, да, как бы, ну, ни к чему вас не призываю, да, вот, просто говорю о том, как это выглядит с точки зрения, с точки зрения психологии. Вот. Поэтому вот, работать нужно. Значит, посмотреть, какие у вас есть страхи, вот, посмотреть, какие у вас есть опасения, посмотреть, какие у вас есть проблемы, вот, посмотреть, как вы вообще устраиваете, значит, ну, взаимодействуем с мужчинами. Вот. Я думаю, что, вот, когда будут выявлены проблемы, вот, можно будет их корректировать. И в определенный момент вы увидите, да, что то, что было важно, до этого стало неважным. Ну, и наоборот, ну, и наоборот. Вот. Тут, тут, как бы, все решается довольно-таки последовательно. Не говорю просто, но последовательно. Вот. Как-то так. То, что вы спрашиваете сейчас, сейчас, а, у психологов, да, вот, вы говорите, как на настроен человек, у нас еще другой. Вот. На эти вопросы психологи не ответят, потому что это гадание. Нет. На этом все. Я надеюсь, что помог. Вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи. Всего самого доброго. Спасибо.